доброе время суток уважаемые коллеги я рада вас приветствовать и у меня к вам два вопроса первый вопрос если среди вас те кто присутствует на моем вебинаре впервые очень приятно и второй вопрос откуда вы напишите откуда вы очень рада очень рада так смоленск хабаровск башкирия якутия если первый раз то пишите что вот первый раз на воронежского власть удмуртия моя любимая родина моя свердловская область забайкальский край жаль что удмуртия не работает по моим учебникам брянск вологодская область томск белгородская область североуральск нижегородская область липецк омск петербург керчь новгород смоленск есть кто впервые присутствует на моем вебинаре значит это мне это меня воодушевляет мы работаем по ум как аванса 2 по 9 класс очень приятно очень приятно вот это самое главное ради чего я здесь итак сегодня вас ожидает несколько сюрпризов дальше даже поэтому не не переключайтесь и сегодня мы поговорим об обучении техники чтения во классе и затем я бегло расскажу об обучении всем видам речевой деятельности во втором классе то есть сегодня мы с вами сконцентрированы на втором классе затем я расскажу немножко анонсирую новинки и в конце мы уже по традиции объявим какие скидки мы сегодня объявляем и на какие на какую нашу продукцию на какие книги пишут что сильное эхо я говорю своему оператору значит что вам надо сделать я даже не знаю как вам помочь наверное перезагрузиться или что-то еще сделать итак я говорю об учебнике happy english ru для второго класса и об обучении техники чтения поскольку знаю что бывают значит всякие трудности с демонстрация кто-то не видит кто-то не слышит поэтому я решила самые важные моменты не тезисно излагать а полным текстом поэтому то что я говорю дублируется на слайде и так реализация целей задач в гос и примерной программы в курсе happy english.ru предполагает в первую очередь овладение техникой чтения чем станет для учащихся чтения как вид речевой деятельности средством формирования всего комплекса языковых и смежных речевых навыков и умений основы автономии и самостоятельности или дополнительной трудностью при аудировании неразрешимой проблемой при анализе текста и источником фонетических и орфографических ошибок ответ на этот вопрос заключается в выборе правильного подхода при обучении чтению на начальном этапе известно что в современной методике преподавания английского языка существует два основных подхода в обучении техники чтения первый восприятие слова как целостные единицы чтение целым словом whole word approach при использовании этого метода учащиеся сначала учатся произносить и использовать новые слова и только после этого слова предъявляются учащимся для прочтения второй подход звукобуквенный phonics approach предполагает первоначальное установление соответствий буква звук затем учащиеся знакомиться с написанием букв их транскрипции оба этих подхода имеют право на существование успешно применяются в современной методике как в чистом виде так интегрировано выбор подхода в обучении техника техники чтения зависит от конкретной ситуации например в западных курсах английского языка как правило используется whole word approach обучение чтению целым словом это объясняется тем что при таком подходе нет необходимости в первичном узким графенов ответствий сравнение букв и звуков родного и иностранного языков решение этой задачи стало бы непреодолимым препятствием в силу того что западные курсы не имеют возможности опираться на какой бы то ни было алфавит кроме латинского их адресат это гражданин любой страны то же самое можно сказать о преподавателях носителях языка которые не в состоянии опираться на родной язык обучаемых поскольку им часто приходится иметь дело с поли языковыми группами на ошибках учиться в передовице под таким заголовком газета daily telegraph пишет что 30 лет назад учителя отвергли старую методику обучения чтению вызвав тем самым величайшую катастрофу в системе образования их упорный отказ вернуться к звукобуквенному методу несмотря на неопровержимые доказательства порочности метода обучения целым словом привел к тому что 20 миллионов школьников упустили шанс преуспеть в жизни газета в своей редакционной статье пишет что образование собственно и начинается с чтения те кто не имеет толком читать никогда не реализует свой потенциал то есть дело в том что после того как в школах англия там до сих пор идет дискуссия перешли от звукобуквенного методу к обучению целым словом уже выросло поколение детей которые плохо читают которые из-за этого страдают их оценки на экзаменах GCE и так далее то есть все это начинается с того что дети элементарно плохо читают и не понимают то что они читают даже в англии по нашему мнению звукобуквенный метод более эффективен в условиях России поскольку в данных условиях в условиях России первое это отсутствует языковая среда учитель не является носителем языка на изучение английского языка отводится два часа в неделю в начальной школе поэтому мы приходим к выводу что он более эффективен чем метод обучения чтению целым словом в наших учебниках в учебниках happyenglish.eu в основе обучения техники чтения положен звукобуквенный метод сочетание этого метода и современных технологий обучения позволяет максимально использовать его достоинства сформировав необходимый уровень техники чтения и заложив основы орфографических навыков на первом этапе обучения чтение в дальнейшем можно эффективно использовать как средство формирования языковых и речевых навыков и умений я сегодня вам на конкретных примерах покажу как работает этот метод в нашем учебнике и покажу вам видео с уроками с чтением детей вот второклассников и видео снятое буквально так сказать вчера позавчера а последнее видео прислано мне было в час назад поэтому вот так сказать вы будете свидетелем даже по сравнению с утренним вебинаром этот вебинар будет очень отличаться итак учебник happyenglish.ru вот он я вам покажу он состоит из двух частей вот его первая часть начинается обучение буквам и звукам буквально со второго урока первое что мы делаем это мы устанавливаем соответствие буква звук и знакомимся с транскрипцией итак каждый урок у нас открывается алфавитом вы видите он перед вами все буквы пока бледные и когда дети начинают знакомиться с буквами они становятся окрашенными согласные буквы окрашиваются в голубой цвет а гласные в красный цвет это еще один дополнительный опорный сигнал итак книга наша построена на интересном сюжете сверстница наших второклассников аня попадает приезжает вместе с родителями в англию и очень хочется общаться со своими сверстниками но к сожалению она еще не знает английского языка и очень хочет его изучить потому что появляется сильная мотивация и она попадает в волшебную страну букв и звуков здесь мы учитываем возрастные особенности наших второклассников и особенности восприятия их английского языка итак аня сидела в саду когда рядом с ней опустился ворон и в ту же секунду мир вокруг изменился где я в ужасе прошептала аня ты только не волнуйся ты попала в мир ожившего английского языка прокарка ворон в этом мире звуки буквы и предложения оживают я седрик я всех тут знаю ты ведь хотела выучить английский язык вот я и перенес тебя сюда аня улыбнулась и представилась а знаешь седрик мне и правда очень хочется подружиться с бетти уиллом их юга с чего начнем обучение торопиться не будем сначала направимся к буквам и звукам они здесь главные и пока с ними не разберемся дальше не продвинемся и далее сразу предлагается ответить на вопросы первое почему аня очень захотела выучить английский язык почему ты хочешь выучить английский язык как знание английского языка может помочь тебе в жизни то есть с первых же страниц учебник настраивает второклассника на дружественный лад он им так сказать этот учебник интересно читать просто как художественную книгу потому что здесь очень много интересных фактов о стране изучаем языка они здесь еще и тренируют чтение на русском языке одним из основных принципов нашего УМК является опора на родной язык и вы увидите как родной язык помогает нам в изучении иностранного языка сознательность вот сознательность о сознательности мы как раз сейчас с вами и прочитаем и увидим все правила чтения у нас заключены в рубрику уроки ворона все они даны доступно подробно и ученик может всегда вернуться к тому что изучалось на уроке если он проболел пропустил и так далее поскольку учебник очень дружественный и вы увидите как он настраивает ученика на учебу ученик у учеников всегда сохраняется очень сильная мотивация на протяжении всех лет обучения к изучению английского языка итак все правила чтения у нас заключены в рубрику уроки ворона итак мы знакомимся с первой согласной буквой н и ворон говорит согласная буква н обозначает звук показана на видите все эти буквы изображены в виде фигурок в уста ани мы всегда вкладываем те вопросы которые могут возникнуть у наших второклассников по мере изучения и вот первый вопрос который вам приходит в голову какой естественно а что там в середине они его и задают а что это за знак в квадратных скобках ворон английский алфавит состоит из 26 букв буквы нужны для обозначения звуков на письме однако одни и те же буквы в разных словах и словосочетаниях могут обозначать разные звуки поэтому для того чтобы показать как правильно произнести то или иное слово приходится использовать еще и специальные знаки каждый такой знак соответствует одному звуку эти знаки пишут в квадратных скобках и называют транскрипционными звучание слова записано с помощью транскрипционных знаков называют транскрипцией дальше немножко о важности изучения транскрипции вы понимаете это тот инструмент который авторы со второго урока дают в руки учителю для того чтобы создать у ученика какую-то опору вот мы уже на протяжении пяти лет шести даже существует учебник шесть лет проводим апробацию что пишет один из апробаторов я работаю по mk happyenglish.ru английский язык со второго класса если детей не обучать транскрипции они стараются на уроке запомнить на слух но память каждого ребенка индивидуально в результате дети не стараются научиться читать а пытаются только запомнить произношение слов это создаст проблемы в дальнейшем транскрипция именно помогает научить осознанному чтению даже таких маленьких детей а вот сплошное неумение школьников читать считаю практически бедствием с 7 класса приходится самостоятельно детям обрабатывать уже достаточно длинные тексты а они не могут читать по транскрипции и в итоге мы имеем то самое чтение которое даже не рунглиш и дети это понимают кстати мне практически не встречались дети которые слышали что-нибудь о слиянии звуков или интенсионном построении речи без которого наш английский практически не воспринимается носителями языка мы продолжаем с вами изучить так сказать вот этот второй урок с которого мы начали итак вернемся к звуку н говорит цедрик это слова все объяснения учителя мы вкладываем в уста цедрика аня наша второклассница я поняла звук н в английском языке похож на звук н в русском языке вот видите мы тут так сказать даем двойную опору двойную помощь то есть если ты сразу же не запомнил как этот транскрипционный знак звучит в английском языке мы тебе даем еще а помощь из твоего родного русского языка и дальше цедрик дальше объясняет верно но когда ты произносишь н кончик языка касается бугорков за верхними зубами а когда ты произносишь н кончик языка касается верхних зубов посмотри в зеркало когда ты будешь произносить н ты не увидишь кончик языка когда ты будешь произносить н русский звук увидишь дальше идет какой у нас алгоритм работы с буквой звуком каждый с каждой буквой и с каждым звуком работаем именно так послушай как произносится звук все это записано на диске то есть любой значок с наушниками это значит есть запись на диске то есть обучение красивому чтению настоящему чтению на английском языке начинается с первого звука и нам бы очень хотелось чтобы диск присутствовал у каждого ученика чтобы он слушал многократно тогда мы увидим красивый английский язык красивую английскую речь итак послушай как произносится работают носители то есть запись осуществляя носителями языка в специализированной студии в лондоне я сама присутствовал на каждой записи работала с дикторами с профессиональными дикторами и взрослыми и детьми поэтому мы гордимся тем качеством записи которая есть на дисках к нашим учебникам в это и за это огромная благодарность издателю который не не жалеет средств на то чтобы учебники наши были качественными далее следующим и слушаем как произносится звук н повторяем звук н за диктором опять специально в диске есть а паузы для того чтобы ученик повторил за диктором произнеси звук на самостоятельно и здесь учителю стоит так сказать меньше за ним увлекаться хоровой работой фронтальной а больше индивидуально так сказать не вот здесь не поленится подойти каждому ученику пиши строчку н заглавного н маленького ти заглавная ти строчная а затем найти на шарах все заглавные строчные буквы поиграем у нас как всегда очень так сказать задания такие веселые заставляющие еще и подумать раскрась одни шарики значит заглавную и строчную ти одним цветом а заглавную строчную н другим цветом далее к третьему уроку значит школьники познакомились с буквами н н и буквой ти и на уроке они приступают к проекту алфавит и слушают алфавитную песню на уроке учитель на третьем уроке учитель говорит ребята сегодня мы значит знакомым познакомиться со следующими двумя тремя буквами не больше две три буквы мы вводим на уроке у меня был такой опыт когда ученица одна сказала мне на семинаре да я за два урока 13 букв на одном уроке вела 13 букв на другом с алфавитом закончена мы работаем с алфавитом в течение 44 уроков и это нам потом сторицей оправдывается значит и учитель говорит что сегодня мы начинаем с вами знакомство с алфавитом вот английский алфавит представлен перед вами в виде букв который каждый имеет свой характер свои особенности одна буква дружит с другой другая не дружит 3 очень воинственно и характер букв надо изучать постепенно они очень сложные но если мы будем к ним относиться внимательно мы изучим все их характеры повадки а для того чтобы нам было легче сегодня мы послушаем с вами песенку об алфавите мы его будем слушать своем на протяжении 44 уроков и постепенно выучим ее давайте с вами во первых послушаем песню об алфавите который был специально нам текст был специально написан для учебника второго класса у нас был уже была песня об алфавите для для пятого класса но мне кажется что эта песня удачных хотя не все со мной соглашаются это более современная и более легка для усвоения второклассниками она немножечко не такая сложная как в пятом классе давайте послушаем мы будем мучиться опять будем мучиться Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok WXYZ WXYZ Уважаемые коллеги! Конечно, пропадает звук, плохой интернет, но хочу вам сказать, во-первых, к этому учебнику, как и ко всем учебникам нашим, существует диск с аудиоприложением, то есть все тексты, все песни записаны. А далее, опережая себя, я еще раз об этом скажу, что в конце апреля в продажу поступят два песенника. Песни для начальной школы и песни для старшей школы будут с QR-кодом, то есть вы сможете по QR-коду скачать или со ссылкой в интернете. То есть, к сожалению, вот, так сказать, интернет плохой, но я думаю, что у вас создалось общее представление. То есть вот этот припев дает возможность знать наизусть английский алфавит, и это, я считаю, нашим большим достижением. Все ребята, которые обучались по нашим учебникам, алфавит знают хорошо. И на этом же уроке, на третьем, учитель говорит ребятам, что они с этого урока приступают к выполнению проекта алфавит. Вот вы видите на фотографии девочку, они открывают рабочие тетради, в рабочей тетради этот же алфавит, который в цветном варианте дан в учебнике, в рабочей тетради он дал в черно-белом варианте. То есть у них происходит своеобразная рефлексия, то есть в конце урока учитель не спрашивает, ну какие буквы мы сегодня с вами выучили. А ребятам предлагается закрасить буквы, которые они изучили на этом уроке. Или закрасить картинку с изображением предмета, прочитать, который они уже могут. Таким образом ребята контролируют сами себе и потихоньку заполняют вот эти две странички с проектом алфавит, что очень интересно и познавательно и полезно. И не обременительно, потому что мы не предлагаем ребятам что-то лично нарисовать, там все, весь раздаточный материал есть в рабочих тетрадях. На четвертом уроке второклассники знакомятся с чтением гласных букв в закрытом типе слога, что представляет наименьшую степень сложности. Изученные буквы сразу позволяют составлять значимые слова, и у детей с первого же урока появляется реальная опора в изучении языка. То есть ребята, опять же, из разрезного материала, вот видите, девочку, они вырезают буквы, изученные буквы, транскрипционные знаки и показывают учитель. Учитель предлагает показать букву, показать пи, показать п, показать чи, ч, и ребята понимают, что от них требует либо показать букву, либо показать звук и так далее. Вот эта кропотливая работа сторится, окупится в дальнейшем, и дети вас будут до конца вашей жизни благодарить. Итак, опять приступаем, это четвертый урок, к урокам Ворона. Он говорит, что в английском языке шесть гласных букв, но обозначают они значительно больше звуков. Какой звук будет обозначать гласная буква, зависит от того, какие буквы ее окружают. Правил несколько, но мы начнем с самого простого, об остальных я расскажу позже. Не надо сразу рассказывать, в каком окружении буква Ай будет читаться так или иначе. Здесь у нас идет постепенное нарастание сложностей, мы идем от простого к сложному. Итак, запомни, если гласная буква стоит в слоге, который заканчивается на согласную, то согласная как бы запирает гласную. Такой слов называется закрытым. Гласная буква Ай в закрытом слоге обозначает звук И. Посмотрите на очень удачный рисунок, посмотрите, как Ти и Пи зажали Ай. И вот для некоторых ребят вот этот рисунок впечатывается как бы навсегда, и они вспоминают, что такое закрытый слог и так далее. И опять же у второклассников может возникнуть вопрос, который мы вкладываем в уста Ани. Звук И в английском языке похож на звук И в русском языке. То есть еще одна помощь. К большому сожалению, уважаемые коллеги, я не могу читать ваш чат, но у меня здесь вот присутствует Алексей Васильевич Конобеев, наш главный редактор, он отвечает на ваши вопросы, реагирует. Но если у вас будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, помещайте их не в рубрику «вопросы», а в общий чат, потому что вопросы трудно, так сказать, переключаться. Это во-первых. А во-вторых, продублируйте их в конце, когда я скажу, что вот у меня есть время ответить на ваши вопросы, потому что я не так часто выступаю. Итак, Аня говорит, что звук И в английском языке похож на звук И в русском языке. То есть вот еще одна палочка-выручалочка. Ты права, но звук И произносится более энергично. Послушай, как произносится звук И, повтори звук И за Седриком и произноси звук И. Уважаемые коллеги, не пропускайте эти моменты, работайте с диском, работайте с дикторами, вам будет затем легче. Далее. В рабочей тетради теперь они пишут три заглавные буквы «Ай» и три строчные буквы «Ай», при этом называя их шепотом. Давай попробуем прочитать слова из букв, которые ты знаешь, а узнать, что эти слова обозначают, тебе помогут рисунки. Произнеси звуки, которые обозначаются буквами «Ти-Ай-Н». Теперь прочитай эти буквы слитно «тин». Догадался, что означает это слово, верно, «консервная банка». Читаем дальше. Пи-Ай-Н – это буквы, дальше звуки П, И, Н, и получилось Пин – булавка. И так далее предлагаем прочитать слова. Тип, ин, ит, тин, тин. Теперь, после того, как они сами попытались прочитать, и сразу же семантизировали эти слова, диктор английский читает эти слова, а ребята читают за ним. Вот вы видите фрагмент урока, где ребёнок уже пишет эти слова на следующем уроке, то есть учитель диктует, буквы ученик записывает и так далее. Мы параллельно, вот это урок всего лишь третий, а параллельно начинаем формировать социокультурную компетенцию, развиваем познавательную сферу. Например, закрепление изученных букв происходит у нас в занимательной форме. У нас есть очень интересная рубрика «Путешествия в королевство», в которой мы в очень непринуждённой, интересной форме, как и весь учебник, сообщаем ребятам социокультурную информацию. Например, Аня знала всего три буквы, но ей не терпелось хоть как-то использовать свои знания на практике. Она рассматривала буклет с достопримечательностями Лондона и искала знакомые буквы. Посмотрите, она знает всего три буквы. П, Т, Н, да? И вот она их начинает искать. Но любознательные, пытливые ребятки, значит, Tower, Parliament, Nelson's Column и Big Ben. И предлагаем найти слова, которые начинаются с букв, которые они уже знают. То есть они ищут вот только буквы, но, естественно, ребята спросят, а что это такое? А как интересно? Спросят или дома, или найдут какую-то информацию и так далее. Вот видите, буквально с третьего урока уже у нас начинается погружение в английский язык. После того, как второклассники познакомят с чтением гласных букв в закрытом типе слога, вот вы видите, как они работают старательно и кропотливо с буквами и звуками, на 34-м уроке они приступают к чтению гласных букв в открытом типе слога, параллельно изучают правила чтения наиболее частотных буквосочетаний. На 4-м уроке начинают читать отдельные слова. На 10-м уроке переходят к чтению словосочетаний. На 19-м уроке начинают читать отдельные предложения. Новые буквы второклассники изучают на протяжении 43 уроков. И это с торицей окупается. Мы не торопимся, но вы увидите, я вам в конце покажу результат за первую четверть. Вот сколько мы за 16 уроков с ребятами успеваем узнать и прочно закрепить это. Вот вы видите фрагменты уроков. Ребятам учитель диктует слова, ребята находят эти слова на столе учителя и прикрепляют. К доске от магнитной читают. Очень интересное упражнение, где ребятам надо было найти. Мы работали над тем, чтобы какими местоимениями можно заменить одушевленные и недушевленные существительные. Ит и хи. Перед ними лежали местоимения ит-хи. Они составляли центр цветочка. И надо было сложить два цветочка. И лежали существительные. Стрит, тренч, джоук, стик. Это слова, которые они учили. Билл, том, кук, чат, мэн, вэт. И в центр положили одного цветка ит, в другого и хи. И им надо было создать. Вот лепестки нужные прицепить. А для чего нам это было надо? Для того, чтобы ребята научились отвечать на общие вопросы. Это очень важный момент. Прежде чем работать с ответами на общие вопросы, надо отдельно поработать с заменой существительной на нужные местоимения. С начала второй четверти, девятнадцатый урок, они переходят к чтению мини-текстов и мини-диалогов. Вот, например, очень интересное тоже было упражнение. Составлен рассказ, разрезан на предложения. Предложения, так сказать, распределены на столе в хаотичном порядке. И группам ребят предлагается составить рассказ. Вы видите, как удачно они это делают. Вот начинается буквально с первых уроков второго класса подготовка к нашим ОГЭ и ЕГЭ. Обратите внимание на упражнение номер восемь. Это все вот начало второй четверти. Прочитай маленький рассказ, найди картинку, по которой этот рассказ составлен. То есть семантизация у нас происходит, так сказать, разными способами. It is Bill, it is his pet, it is a big pet. И надо найти, какой же картинке соответствует данный рассказ. А сейчас, уважаемые коллеги, я хочу... Вот спрашивают... Вот сейчас я посмотрю, так сказать, как же, если в учебнике открою, написано гласные буквы, а как же оговорка. То есть я не понимаю, о чем вы тут говорите. Отлично, здесь работа с удовольствием. Я отключила видео, сразу стало лучше. Первый раз слышу про гласные буквы. А о чем идет речь? Напишите, о чем вы тут дискутируете. И спрашивают, скажите, карточки с буквами и звуками к учебнику или рабочей тетради входят в комплект? Уважаемые коллеги, наша цель – это облегчить, максимально облегчить ваш труд. Поэтому все, что вам нужно, весь раздаточный материал, находится в рабочей тетради, в разделе разрезной материал. Все вставлено уже в рабочую тетрадь, отдельными листами. Вам ни о чем думать не надо. Сейчас мы посмотрим с вами два видео для сравнения. Сначала вы посмотрите, вот буквально по состоянию на конец третьей четверти была сделана аудиозапись, как, то есть видеозапись, извините, как дети читают. Давайте посмотрим. А потом мы посмотрим еще одну видеозапись. Я не очень сильная. Моя мама не дома. Следовательно. Продолжение. Я один в страд haar. Я 대표. А теперь поговорим о других девушек. А теперь поговорим о новой девушке. Я пять. Я Лиз. Я Чен. Я в комнате. Я садилась. Хорошо. Это Хелен. Она пять. Она английская. Она в магазине. Полина, задайте вопросы. Она английская? Да, она английская. Она пять. Она в улице. Она в улице. Она не есть. Это Вера. Она десять. Она русская. Она в улице. Она русская? Да, она есть. Она девушка? Нет, она не есть. Она в доме? Она в доме. Она в доме. Она в доме. Она в доме. Заяхала? Все. Значит, уважаемые коллеги спрашивали, зачем переводят, когда мы даем новую лексику. Мы ее после этого предлагаем в тексте. И, естественно, когда ребенок читает текст впервые, у нас есть такие задания. Переведи на русский язык. Это оправданно. Я вам говорю, это как учитель с 23-летним стажем работы в массовой школе. Это нужно на начальном этапе. Ничего страшного здесь нет. То есть не надо тупо копировать и изгонять родной язык, который очень помогает. И, так сказать, семантизация нам нужна. То есть как проверить, понял ли ребенок. Самый короткий способ – это, естественно, перевод на русский язык. Ничего страшного в этом нет. Сейчас мы с вами, причем перед учителем вставала. Вы слышали? Вам удалось просмотреть видео? Напишите «да», «нет». Спасибо. Сейчас я вам предложу другое видео. Это тоже второй класс. Второй класс. И прошу прощения, если будет, так сказать, немножко… Видимость плохая. Я получила это видео буквально час назад. Посмотрите. Но задание было такое. «Поймать ребенка», чтобы он прочитал текст. Текст этот, это контрольный текст за второй класс. Конец уже второго класса. Вот ребенок – это все неподготовленное чтение, уверяю вас. Мне важен вот этот контрольный средств. Посмотреть, как ребенок неподготовлено может читать. Ребенок прочитал неподготовлено. Посмотрите, что получилось. Субтитры сделал DimaTorzok My name is Sveta. I'm nine. I'm a pupil. My mum's name is Vera. She's Russian. She's very kind. She's a manager. She's in the office. My dad's name is Boris. He's not old. He's strict. He's a driver. He's busy. My pet's name is Tima. It's a dog. It is fine. It is funny. It is my best friend. You are my friend. You are 10. You are English. You are in London. You are at school. You are strong. Is this a pen? Yes, it is. No, it isn't. What is it? It's a book. Where is it? It's on the table. Who is it? It's a girl. Why is she happy? She's with her mom. She's with her mom. Что-то ничего нет. Всегда. Вот эта запись сделана, когда девочка учится только по нашему учебнику, и то время от времени, и даже не получается двух часов. Вот в конце второго класса была сделана запись, а потом я вам продемонстрирую, когда буду говорить о четвертом классе, тоже чтение. Вот она уже сейчас в четвертом классе, тоже идет обучение только по нашему учебнику. Вот какой результат. Причем я еще раз повторяю, обучение, чтение неподготовленное. Девочки, девочка сейчас находится в третьем классе, а запись была во втором классе. То есть вот каких результатов, я просто хочу сказать, можно достигнуть, работая по нашему учебнику, но с непременным условием применения диска. Применение диска. Спрашивают, можно ли заниматься по вашему учебнику с третьего класса или с четвертого, перейдя с милли. Вы знаете, что я хочу сказать? Вот общение с нашим учебником и взаимоотношения с нашим учебником – это все равно, что, извините, быть замужем и иметь любовника. Дело в том, что вот наш учебник, если вы нас берете со второго класса, мы вам гарантируем хорошую технику чтения. Отсюда будет и хорошее понимание, и сознательность в изучении. Там вы видите, как мы работаем и с лексикой, и с грамматикой и так далее. Если вы нас возьмете с третьего класса, в третьем классе интереснейший учебник, там интереснейшее приключение. Условие одно – ваши дети умеют читать, так же, как вот, например, вот читала эта девочка. Вот ваши дети так читают сейчас, вот на конец второго класса. Тогда, пожалуйста. Так, и еще раз повторяю. Ну, раз уж так пошло обсуждение этой девочки, я вам скажу, что это моя внучка. Это моя внучка, но вы знаете, что всегда бывает сапожник без сапог. Ее мама, автор учебника, с ней не занимается вовсе. Она говорит, что это, так сказать, не барское это дело, все это еще смешно и не актуально. Девочка живет в Германии, родной ее язык русский, она на русском говорит и читает, и пишет, и ходит в русскую школу. Занимается в немецкой школе, вынуждена на немецком обучаться. А английский у нее, как называется, что когда у нее есть свободное время, и мы его выкраиваем, буквально я с ней в основном занимаюсь по скайпу и заставляю ее работать с диском. То есть у меня времени меньше, чем у вас, честно вам скажу. У меня не получается два раза в неделю, не получается. У меня, если получается, ну, раз в 10 дней, это хорошо. И вот эта запись была сделана вот на конец второго класса, буквально вот, так сказать, иногда я ее записываю. А сейчас вы увидите, вот эти записи мне пришли буквально вот час назад, как она прочитала вот для... А сейчас мы с ней вот так вот как-то перегонками на учебнике четвертого класса. И вот вы увидите, как она прочитает контрольный текст для нашей книжки, итоговые контрольные работы. То есть ничего, кроме своего учебника, я не беру. И времени крайне... Если бы я была учитель, я была бы два раза в неделю, мне бы разрешили заниматься с группой, ну, скажем, в 10-15 учеников, я бы, наверное, гарантировала такое чтение. Дальше. А, выводы. Выводы следующие, дорогие друзья. Обучение техники чтения – дело нелегкое, отнимающее много времени и сил. Мы на это потратили, вот, действительно, тратили очень много, на каждую букву, на каждый звук. Но оно должно быть на первом этапе. Это основа успеха изучения английского языка в дальнейшем. С этого начинается сознательный подход и автономия школьников при изучении языка. Я хотела бы отметить, что мой девиз – это то, что учителя не должно быть монополией на информацию. Все, что ученику положено узнать на уроке, должно быть в доступном виде изложено в самом учебнике. Для того, чтобы ученик пропустив, не успев, заболев, сумел дома открыть учебник и либо самостоятельно, либо с мамой разобраться в том материале, который проходил в самом уроке. Материал должен быть изложен доступно, интересно в учебнике на родном, а не иностранном языке. Все эти таблицы, все эти ребусы с картинками, к сожалению, дают мало результатов. К большому сожалению. И вот отрывок из отзыва апробатора. Ко мне приходят вполне хорошие ученики именно с проблемой чтения, непонимания транскрипции, которые делают для них бесполезными словари. В смысле для правильного произношения слова. Неумение читать тормозит весь процесс учения. Чтение слов не формирует навыков умения читать. Незнакомые, даже несложные слова. До смешного произносишь слово, если оно знакомо, его опознают и даже напишут. Если просто в тексте то же слово написано, то его не опознают, пока не произнесешь. Значит, я хочу сказать, что вот по моему мнению, что чтение целым словом – это иллюзия. Но первые 200 слов они, так сказать, у вас все-таки будут слышать и как-то опознавать в тексте. А дальше, если они не знают правил чтения, если они не владеют транскрипцией, как они будут учиться дальше? А вроде считается, что мы их научили читать. То есть и работа над техникой чтения в нашем УМК продолжается всю начальную школу. В пятом классе мы снова начинаем с первой буквы. У нас там есть раздел Ask Miss Reading. В седьмом классе мы снова повторяем. И даже в десятом снова повторяем правила чтения, технику чтения. И это дает свои результаты. А, значит, вот, к сожалению, тут мы ссылку вам еще забыли дать. Значит, вот такие исследования, которые проводят наши английские коллеги. Идет спор по поводу чтения целым словом, а ведь это же их языковая среда и чтение, и, значит, применение фаумикс. И вот какие выводы сделала комиссия, которая изучала тот же самый вопрос, о котором мы сегодня с вами говорим. Learning to read is not a natural process. Most children must be taught to read through a structured process in which they are made aware of sounds and the symbols that represent them. And then learn to apply these skills automatically and attempt meaning. Phonological awareness is primarily responsible for their ability to sound words out. The ability to use phonics and to sound words out, in turn, is primarily responsible for the development of contest-free word recognition ability, which, in turn, is primarily responsible for the development of the ability to read and comprehend connected text. Spoken language and written language are very different. Mastery of each requires unique skills. The most important skill in early reading is the ability to read single words completely, accurately, and fluently. Вот ссылку Алексей Васильевич вам дал на эти исследования. Это очень важно. И так призываю вас, коллеги, если вы хотите иметь хорошие результаты, научите детей правильно читать. А помочь вам этом сможет happyenglish.ru. В самом начале обучение иностранному языку невозможно осуществлять аспектное обучение. Каждое из предлагаемых в учебнике заданий является полифункциональным. И в комплексе формируют лексические, фонетические и грамматические навыки и навыки устной речи. Вы понимаете, что если мы уже научились читать слово и научились читать предложения, здесь же у нас вступает в игру и лексика, и грамматика, и письмо, и так далее, и аудирование. Как у нас это получается? Посмотрите. Обучение лексике. Отбор лексики в учебнике 2 класса продиктована необходимость ознакомления у человека сочетением наиболее частотных буквосочетаний, которые входят в ее состав. То есть все подчинено правилам чтения, обратите внимание. Но сделано так, это, так сказать, я бы сказала, завуалировано, что дети не понимают, что мы все время требуем от них, так сказать, тренироваться в чтении, а там уже идет, так сказать, все остальное. Семантизация новой лексики осуществляется с помощью наглядности и перевода. Коллеги, которые спрашивают, зачем переводим? Переводим. Это важно, чтобы понять, что дети поняли. Прежде чем вы начали им задавать вопросы и делать упражнения, убедитесь, что дети поняли текст. Группа слабая, переведите этот текст, ничего страшного в этом нет. Закрепление лексики осуществляется с помощью системы упражнений, текстов, проблемных заданий, игр. Очень интересные у нас игры. Сегодня я одну покажу. Аудитивных упражнений. Вот, например, нам надо было ввести звук АУ. И даем им, это урок 58, это где-то четвертая четверть, середина четвертой четверти. Буква сочетания УЮ в середине слова может обозначить сочетание звуков АУ. Например, house. Сочетание звуков АУ похоже на сочетание звуков АУ в русском языке, говорит Аня, помогая нашим ребятам запомнить, что это АУ. Послушай, как произносится сочетание звуков АУ, и повтори его за Седриком. Послушай, как диктор произносит эти слова, и повтори за ним house, about, blouse и так далее, around. Обратите внимание, когда дети читают слова, они читают не... Вот я убедилась, что надо, чтобы не было слепое копирование, надо, чтобы дети сначала сами читали, затем диктор, а потом снова они, как контроль. И это очень важно. Тогда они будут... Вот сознательный подход. Тогда они будут думать. А если они слепо будут копировать, они будут повторять, не думая. Дальше идут уроки Ворона чуть выше. Буква сочетания УДАБЛ во многих случаях также обозначает сочетание звуков АУ, например, town. И Аня задает вопрос, который сразу придет маму второкласснику. Ну как же так? Буква сочетания ОУ тоже обозначает сочетание звуков АУ. Буквы разные, а сочетание звуков тоже самое. Ну и Ворон говорит, ничего не поделаешь, надо запоминать, как пишется каждое слово. То есть вот здесь мы им говорим, что да, это нелегко, но поправимо. Послушай, как диктор произносит эти слова, повтори за ним town, brown и так далее. А теперь попробуй прочитать эти слова. Значит, вот когда мы говорим попробуй прочитать эти слова, эти слова, их нет в словаре. Обратите внимание, в конце каждого нашего учебника, когда меня люди спрашивают, учителя спрашивают, а вот вести ли словарики. Уважаемые коллеги, в конце каждого нашего учебника есть вот такой словарь, где в алфавитном порядке расположены слова, транскрипция и перифод. Зачем вам вести еще одни словари, если вы вводите еще какие-то дополнительные слова? Я не знаю, мне кажется, это дополнительная сложность. Вы мне можете возразить, если будете возражать, я буду с вами дискутировать. Вот когда дети читают незнакомые слова и их перевод не нужен, здесь мы контролируем сознательность изученного, сознательность сформированного навыка и то, как дети могут читать незнакомые слова. Mouth, bound, cloud, out, count, found, mount, noun и так далее, crown. Дальше диктор произносит слова, они сначала пробуют сами произнести, house, roof, cow, up, down. Далее, my old granny had a house, это целая фраза идет. И предлагаем, мы лексику закрепляем, вы понимаете, вроде вот идет вот такой вот тяжелый материал, довольно сложный, а дальше идет очень веселая, интересная песенка, мы сделали из нее презентацию. Тут уже почему-то обсуждают цены какие-то, ну ладно, мы придем к этому. Не отвлекайтесь от темы, господа. Значит, слушаем песенку, послушай песню и отметь, какие животные жили у бабушки. Вот текст песенки. На нее мы делали конкурс презентации, вот учителя делали презентацию, вы увидите эту презентацию. Значит, задача-то какая наша? Прочитай текст песни и замени картинки словами. Найди в ней слова, при чтении которых ты слышишь звуки. И там мы узнаем, какие звуки издают на английском языке, как англичане слышат, как, значит, куда хчит курица, крякает уточка, лает собачка и так далее. Значит, пожалуйста, давайте послушаем эту песенку. А по идее-то нам научить их читать слова house, town, about и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Коллеги, удалось ли вам послушать до конца, потому что у нас интернет подвис, поэтому я прошу прощения за плохое качество интернета, но это от нас не зависит. Ну как, понравилась вам эта песенка, презентация, потому что она такая и легкая, и удобная для запоминания. А в принципе мы вот здесь работаем и над слитностью чтения, и над звуками. Это очень-очень важно. Вы тут, я смотрю, активно обсуждали ведение словарей. Я считаю, что это все-таки вещь отнимает время, и поскольку в нашем УМК все слова находятся сзади в словаре, это просто трата времени. Понимаете, одно дело, конечно, вы считаете, что вы еще раз потренируете написание слова, но они кто-то теряют, кто-то ведет небрежно. Я не думаю, что это необходимо. Если у вас получаются аплодисменты, если нет, то я думаю, ничего страшного в этом нет. Вот тут, значит, коллеги спрашивают о, все-таки я не хотела на эту тему распространяться, о федеральном перечне. Что исключили, кого исключили, кого включили. Дорогие друзья, на федеральный перечень, на включение в федеральный перечень, за их титул подавало два УМК. УМК Мирамзабатно-Бибалетовы, enjoy English, и УМК happyenglish.au. Нас не исключали, ни УМК, я не буду говорить об УМК-Бибалетове, но у нас, так сказать, одинаковые истории. Нас не включили. Почему? Вы знаете, это риторический вопрос. Наверное, уже хватит задавать этот вопрос издательству. Надо, наверное, задавать в какие-то другие инстанции. Объясню, почему. Надо было представить четыре рецензии, четыре экспертизы, проходили учебники очень долго, мучительные, положили все положительные отзывы. Плюс ко всему наш учебник happyenglish.ru занял в рейтинге, который в опросе, который организовало Министерство образования и науки в 2012 году, первое место. В тройке был еще учебник Владимира Петровича Кузова и УМРМ Забартной Бибалетовой. Вот, наверное, поэтому учебник и не нашел места, для учебника не нашлось места в перечне. Потому что к содержательной части всех учебников претензий не было. Были какие-то формальные, я бы сказала, придирки и более ничего. Мы будем снова подавать учебник happyenglish.ru на включение в список федерального перечня. Но то, что учебник написан для российского учителя и российского ученика, с любовью и уважением к российскому учителю и российскому ученику, и дает реальные знания в реальной обстановке, он не списан, это не конструктор из западного курса, он написан, писался нами в течение 15 лет, в него вложено много сил, труда, здоровья, времени. Мы постоянно проводим апробацию, и апробация будет проведена и в этом году, и бесплатная апробация. Уже второй год у нас проходит о бесплатной апробации, расскажу буквально через 10 минут. Поэтому, наверное, все-таки учителям, вам же отвечать за результаты свои, наверное, тогда надо и выбрать тот инструмент, с помощью которого вы сможете достигнуть хороших результатов. Тем более, что я знаю, что вам проводят контрольные, будут проводить контрольные работы ежегодно. Наверное, если вам, тот, кто выбирает вам учебник, должен, наверное, отвечать за результаты. Если за результаты отвечаете вы, почему вам выбирают инструмент, с помощью которого вы должны достигнуть хороших результатов. Вот, извините, уже много, я даже где-то в течение года не выступала, потому что мне было очень неприятно, а теперь я очень много задавалась вопросом. Вас исключили из федерального перечения, почему вас исключили? Теперь я, как автор, надеюсь, что своим 15-летним, 15-летней работой над этим УНК имею право задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, доколе? Обучение письму. На первом году обучения формируются базовые графические и орфографические навыки, элементарные формы записи на уровне подстановки пропущенных букв слов и словосочетаний. Письмо – это способ в увлекательной форме от работы закрепить лексический и грамматический материал уроков. Письменные задания выполняются в рабочей тетради дома. Пишем мы на уроке мало. Кстати, хочу сказать, хочу предостеречь вас от транскрипционных диктантов. Нам не нужны транскрипционные диктанты и даже диктанты на знание слова. Вы знаете, что? Я знаю людей, очень близких к мне, которые прекрасно говорят, прекрасно читают, прекрасно антируют, но пишут с ошибками. И это не преступление. Вот не надо на этом акцентировать внимание. У нас там много есть слуховых диктантов, когда на первом этапе детям очень важно знать, как сплинговать слова. И тогда на первом этапе диктор, диктор, это очень важно, диктор, вот эту девочку вы слышали, она писала вот эти слуховые диктанты только по диктовку диктора. То есть диктор диктует T-I-P, она должна записать слово T-E-A-C-H-E-R, teacher и так далее. Вот это важно, вот такие слуховые, то есть это тренировка навыков аудирования. А транскрипционный диктант исключительно нет, транскрипция нужна только для того, чтобы уметь прочитать слово и более ничего. То есть они только должны опознавать этот звук, называть его, ни в коем случае не писать. И почему, кстати, о словарях хочу сказать. О словарях, если они еще и транскрипцию у вас пишут, они ее могут перенести. И, кстати, вы гарантируете, что слово написано без ошибок, что транскрипция написана без ошибок, и, извините, даже русское слово без ошибок. Я видела на своей практике очень много, что столько ошибок в этих словарях, либо вы их проверяете каждый, я не знаю, после каждого урока, либо вы их ведете как надо, либо вы их не ведете, и тогда нет позора, когда вот такой, так сказать, человек, как я, открыла эти слова, и мне стало стыдно за учителя. Лучше, чем такой словарь вести, лучше никакого не вести. Понимаете? Значит, как мы обучаем письму? Напиши, сколько звуков в этих словах даем. Например, их всегда даем образец. Образец выполняю упражнение. Бук. Значит, четыре, то есть, извините, да, четыре буквы, три звука и так далее. Клак, эмпти и так далее. Напиши буквы под диктовку уила. Вот это очень важно. Мальчики и девочки представляют друг друга, послушают, как они это делают, и подпиши их имена. То есть, они с диском работают не только на уроке, но и дома. И через pet and the dog они должны вот там, где девочка держит собачку, подписать, что это pets. Далее. А вот аудирование очень мы интересно обучаем. Со второго класса закладываем эти навыки. Учащимся в втором классе предлагают следующие виды работы с аудитивными упражнениями. Графический вариант текста в учебнике не используется. То есть, они слышат, но нет графической опоры. Второе. Аудиотекст полностью дублирует графический текст учебника. И тогда дети учатся вот здесь интонационно. Можно поработать над интонацией. Я всегда останавливаю текст. И предложения за предложением ребята слушают, повторяют многократно, тем самым работая над интонационной фразой, над интонационным ударением, над ассимиляцией звуков, над этим linking R и так далее. Я это очень люблю. Аудиотекст используется как средство самой взаимоконтроль и дает образец правильного выполнения заданий. Мы аудирование очень часто выполняем как контроль. То есть дается какое-то задание лексическое, грамматическое. Составить рассказ. Дети что-то делают за тем, как контроль, как надо было выполнить. Все спрашивают, где ключи, где ключи. А если бы взяли наш учебник и почитали бы внимательно, то есть практически к каждому упражнению есть ключи, но они в разном виде бывают. Вот очень часто бывают, прослушай текст, вплоть до 11 класса, и ты узнаешь правильный ответ. И называется check yourself, проверь себя. То есть дается правильный вариант в виде аудиотекста. Что и мы к этому приучаем. Вот вы спрашиваете, можно с третьего класса перейти, можно с четвертого? Ну, можно, но, понимаете, хорошо, конечно, со второго. И далее мы пишем слуховые диктанты. Вот так мы обучаем аудированию. Кто-то уже спит. Вот послушай рассказы о двух семьях, скажи, какая семья изображена на картинке. Сейчас вы увидите черный экран, послушайте, как, вот какого объема текста, это четвертая четверть в втором классе, дети слушают во втором классе. А все ключи, кстати, прописаны в книге для учителя, дорогие друзья. Еще читайте книгу для учителя. У нас там почти к каждому упражнению есть ключи. 8. Послушай рассказы о двух семьях и скажи, какая семья изображена на картинке. ПОДПИСЫВАЮТСЯ My name is Alex. I am nine. My city is Oxford. It is very old. My dad's name is Tom. My mum's name is Anne. I am with my friend. My friend's name is Pete. And this is my pet. It's a dog. The dog's name is Rap. It's very funny. Hi, my name is Ivan. I am eight. My city is Tomsk. It is big. My dad's name is Ivan Ivanovich. My mum's name is Olga Antonovna. I am with my friend. My friend's name is Pete. And this is my pet. It's a cat. The cat's name is Sam. It's old. Уважаемые коллеги, я вам говорила, что вот вы посмотрели на картинки, а дальше пойдет аудиозапись без изображения, так сказать, возможность с портала не позволяет этого дальше. Как обучаем говорению? Опять же, в основе лежит чтение. Поиграйте в фонты. Так отрабатываем общие вопросы. Значит, один завязал глаза, другой начинает задавать вопросы. Is it a pen? Is it a pencil? И так далее. Дальше. Посмотри на картинки и задай два вопроса. Вот следующее. От простого к сложному идем. Нарисован портфель, зачеркнуто слово bed. И должны задать вопрос. Is this a bed? No, it isn't. Is this a bag? Yes, it is. И так вот представлено cup, sock, stick и box. А четвертое упражнение. Посмотри на рисунки, послушай вопросы и в паузу дай краткие ответы. А дальше ребята уже работают с английским диктором. Он им задает вопросы, они отвечают. Дальше. В пятом упражнении мы им предлагаем самим задать вопросы картинкам и ответить на них. Далее. Вот вы видите, как ребята в школе играют в эти сценки из школьной жизни. Дальше. Вот у нас... Чуть-чуть повыше можно? Чуть-чуть еще. Ага. Вот у нас игра по итогам первой четверти. Я ее дала для того, чтобы вы имели представление, во-первых, какой материал ребята уже прошли за первые 16 уроков. Например, произнеси это слово по буквам. Help. Назови эту букву. Номер 2. Номер 3. Что это? Номер 4. Как это называется по-английски? Номер 5. Скажи полное название Соединенного Королевства. Какая буква обозначает эти звуки? Назови две вещи, которые нужны в походе. Назови столицу Соединенного Королевства. С какими словами, с какими из этих слов дружат артикле. Произнеси это слово по буквам и так далее. Как ребята играют? То же самое, только в черно-белом варианте. Есть в рабочей тетради. Ребята вырезают эти карточки и кладут черно-белые карточки на эти цветные. На обороте черно-белой карточки написан правильный ответ. Итак, сидят двое, играют парами или втроем. И один ведущий бросает кубик. Кубик выпадает, например, на цифру 3. Ведущий берет карточку и спрашивает игрока, у которого выпала фишка на цифру 3. Что это? И игрок отвечает. А для того, чтобы проверить правильность ответа, ведущему не опозориться. А вот видите на картинке, видите на фотографии, как ребята играют в эту игру. На обороте карточки написан правильный ответ. Так у нас задействована сразу вот эта работа в группе. Не искусственная, а настоящая, натуральная, которая очень интересно, в интересной форме закрепляет, пройденная за первые 16 уроков первой четверти. Настоятельно вам рекомендую поиграть. В флаг какой страны там ночные, и о флагах они узнают, и о буквах, и так далее, и так далее. А вот в конце каждой четверти, во втором классе, в третьем и в четвертом, и так далее, а в следующих ОМК, там немножечко по-другому, у нас есть раздел «Проверь себя», что ученикам и родителям важно знать, значит, каких же результатов они достигли. Вот, обратите внимание, вот в конце первой четверти, мы называем это «Портфолио», чего достигли ученики. Вот перед вами живая картинка за первые 16 уроков, что ребята, они сами себя… Это не контрольная работа. Контрольная работа пойдет отдельно, начиная с третьего класса. Здесь просто проверь себя. Ты можешь написать эти буквы, ты можешь произнести эти звуки, ты можешь прочитать эти незнакомые слова, ты можешь прочитать эти слова и знаешь, что они означают. Закончи предложение. А здесь какую социокультуру информацию за первые 16 уроков они, так сказать, овладели. Полное название страны, в которую полетела Аня. Соединенное Королевство состоит из стальки-то частей. Лондон – это часть Соединенного Королевства или столица, часть уже совсем зарапортовала, столица Соединенного Королевства. Жители Соединенного Королевства говорят на таком-то языке. Это Big Ben, это британский флаг. В английских домах в раковине два крана, сосиски в тексте называют Hot Dog. Вот. Значит, это то, чему ребята научились, и они могут себя несколько раз проверить. Причем учитель, вот мы с абрабаторами говорили, проверяет каждого. Потом он дома тренируется, а потом приходит, и уже, так сказать, либо на уроке есть время, либо вне урока. Каждый издает это, и все довольны. И родители, и дети, и учитель. Вот, значит, теперь о книге «Итоговые контрольные работы для выпускников начальных классов». Мы написали эту книгу для контроля лексики, грамматики, аудирования, чтения письма. Это, я вам скажу, сделано вот для чего. Значит, еще раз. В наших учебниках предусмотрена после каждого раздела контрольная работа на все виды речевой деятельности. И ученики либо успешно справляются, либо менее успешно. Но интернет пестрит ответами. Некоторые занимаются с репетиторами, приходят уже с готовыми контрольными, готовыми ответами на контрольные работы. И вот как ответ этому, а мы это будем делать каждый год, мы выпустили итоговые контрольные работы для учеников четвертого класса. Если у вас сильные ребята, то есть если у вас все в порядке, не, извините, заморачивайтесь. У вас материала более чем достаточно. Но если у вас возникла конфликтная ситуация с учеником, например, мама пришла и сказала, почему ставите тройку, а мой сын знает на четверку или на пятерку и так далее, вы даете тогда вот эту независимую контрольную работу, а эту книжку можно использовать со всеми. ОМК, она составлена в строгом соответствии с программой и действительно составлена авторами, которые прошли с учениками от первой буквы до 11 класса, до самых сложных вещей. И мы отвечаем за то, что сейчас тоже очень многие взялись писать контрольные работы. Я считаю, что контрольные работы должны писать люди, которые сами, так сказать, создавали, то есть готовили к этим контрольным работам, вот эти подготовители, учили этому. Вот эти контрольные работы составлены именно для таких учителей. Ну, конечно, для себя это, я думаю, что иметь интересно. Как еще можно использовать их? Вы можете использовать ее как входную работу в пятом классе, очень хорошо использовать ее для контроля сформированности навыков техники чтения. Вот здесь я вам хочу представить второе видео. Вот ту запись видео, которую я вам уже демонстрировала, которая была сделана во втором классе. Теперь эта девочка, вот ей 9 лет, но она уже, вот мы с ней работаем по учебнику 4 класса, тоже время от времени ее поймали буквально, и опять же неподготовлено заставили прочитать кусочек из текста для чтения для 4 класса. Там задание другое, то есть как понимают чтение. А вы сейчас послушайте технику чтения. Вот мы занимаемся с ней всего второй год. Вот как она сейчас читает текст для 4 класса. Неподготовлено. It was the night before Christmas. Lily and Dan didn't sleep. They talked about Christmas present and winter holidays. Lily wanted to have a puppy, but Dan's dream was to have a cat. The parents didn't want to buy any pets, because all family members were very busy. In the morning, Lily and Dan went out of their room and ran to the living room. They saw a tall and beautiful Christmas tree in the middle of the room in the middle of the room. And under the tree were boxes with presents. The biggest box was for Lily and Dan. The children opened their box. They were surprised. There was a small white mouse in the cage. Lily took the mouse into her hands. I'll call it sweetie. It will be our pet, Lily said. We don't have to walk it and it doesn't need a lot of food. Dan wasn't so happy. This mouse is no fun. I wanted a cat. They cried and ran out of the room. Sweetie got scared and jumped out of Lily's hands. Lily started to cry. Dan came back and helped his sister look for the mouse. But they couldn't find it. They looked under the table, on the sofa, on the bookshelves. Sweetie wasn't there. And when Dan looked in the mouse cage, Sweetie was there. What a clever mouse, said Lily. Sweetie touched dance finger with its pink little nails. And it likes me, said the boy happily. It is the best Christmas present ever. I'll be able to tell you, and it's important. Но я вам хочу сказать, что с этой девочкой у меня тоже спина бывает мокрая, так сказать, ничего не бывает без труда, все приходится отбиваться тяжелым трудом, но еще раз повторяю, ничего я не привлекаю, кроме своего учебника, и занимаемся от случая к случаю, у ребенка родной язык русский, она не белинка ни в коем случае, в школе немецкий, и еще вот подсоединяется английский, и поэтому она, так сказать, ищет, как бы она. Чтобы от нас спрятаться, чтобы мы ее не мучили. Так вот, вот этот вот итоговый контрольный работ вы можете использовать и как контроль техники чтения, то есть здесь все, ваша цель, если ваша цель объективно проверить знания, вот эта книжка будет вам очень большим помощником. Значит, мы объявили апробацию happyenglish.ru с предоставлением бесплатных учебников на 2016-2017 год, то есть любых учебников. Учителю предоставляется бесплатно полный комплект, это, значит, книги для учителя, учебник, аудиоприложение, рабочие тетради, и бесплатные учебники на класс, в соответствии с количеством учащихся в апробации учеников. А рабочие тетради вы должны приобрести уже за деньги. Спрашивают, можно ли. До 30 июня у нас объявлена апробация, то есть товарищи, кто успеет раньше, тот и получит. У нас мы оговорили, мы как авторы, здесь, так сказать, бесплатно вам отдаем издательство, и мы оговорили то количество, которое мы можем отдать. А кому, значит, кто первый успеет, наверное, послать заявку. Думаю так. Значит, уже в продаже у нас, вот как я сказала, книги «Итоговые контрольные работы для выпускников начальной школы». Для вас это будет интересно, вот как еще самоконтрольные. Я говорю, что тот, кто занимается по нашему учебнику, у нас более чем достаточно контрольных работ. Мета-предметный портфель Алены Евгеньевны Козеевичей, она об этом уже давала несколько вебинаров. И страницы британской истории, обновленный вариант. Новое редактирование, неизменимые картинки, но очень много изменений в текстах. И поступят в продажу в конце апреля наши книжки. Это мы взяли лучшие из книг для чтения, что есть в наших учебниках. Для пятого класса это отдельная книжка для чтения «Bob the Hedgehog and his friends», который был написан нами специально для пятого класса. С предтекстами, послетекстовыми заданиями, со словарем, с иллюстрациями. Работали с носителями языка. Вторая книжка, очень нами любимая, это «Дориньов де Друлиц» для учеников седьмого и восьмого класса. История Британии представлена в интереснейших и увлекательных рассказах о том, как формировалась нация, как формировался язык, какие, так сказать, изменения, какие события предшествовали тому, прежде того, как англичане, то есть стала вот эта нация английская, и как формировался английский язык. Следующая книга, это для учеников девятого класса «Рома Куиза» с «Дайори». Блестящая книжка о путешествии пилигримов, о создании первой колонии, об истории США. Это первая часть книжки. Вторая книжка – это рассказы о жизни Англии, «Викторианскую эпоху и наши дни». Это тоже все создавалось носителями языка. И последняя книжка – это для учащихся десятых, одиннадцатых классов. Это «Stories from famous American and British writers». И здесь мы приобретали разрешение на каждый из рассказов. Мы работали, опять же, с редакторами. Есть предтекстовые и послетекстовые задания. Каждый рассказ снабжен словарем и комментариями. То есть это учебные ридеры такие, не просто, так сказать, взятые ниоткуда, а именно они соединены с программой, с лексикой, с грамматикой, изучаемых в этих классах. И последнее – это два песенника. Песенники для начальной школы. Songs and Poems for Junior School and Songs and Poems for School. Для пятого, одиннадцатого и для второго, четвертого. Все песни снабжены QR-кодом. Вы можете или в интернете скачать, или по QR-коду. То есть все это есть. Очень много презентаций к песням. Это вы можете найти на нашем сайте englishteachers.au. В разделе happyenglish.ru ресурсы. У нас много презентаций и к песням, и грамматики. И очень интересные дневники апробаторов. Мы ведем эту работу уже шестой год. Просто сами находки, разработки, комментарии, советы и так далее. То есть учитель, который возьмет наш учебник со второго класса, найдет ответы на все свои вопросы. Значит, всю нашу продукцию можете приобрести в нашем интернет-магазине. Вот вы видите. И далее мы вот сейчас вам объявляем промокод на 10% скидку на новые книги, которые придут в издательство через неделю. Это Songs and Poems for Junior School и Songs and Poems for School. Напишите письмо-заявку на адрес shop.собакатиту.ru. Тема письма херу-2. В письме укажите фамилию, имя, отчество. Напишите, какие книги вы хотите приобрести. Укажите количество экземпляров. Напишите свой полный почтовый адрес. И промокод действительно 23 апреля 2359. Сейчас я готова ответить на ваши вопросы. Еще хочу вам сказать, что у нас вот вы сейчас готовитесь к ОГЭ и ГЭ. У нас прекрасные контрольные работы есть в рабочих тетрадях для 9 класса. В рабочей тетраде номер 1 контрольная работа номер 1, номер 2. В рабочей тетраде номер 2 контрольная работа 3, 4. В этих контрольных работах у нас есть все задания, кроме устной части, по чтению, аудированию письма и письму. У нас прекрасно разработаны там задания. А в учебниках 10-11 класса happyenglish.ru есть разделы exam know-how, в которых идет, в 10 классе идет подготовка, сдача. А в учебнике 11 класса есть 4 работы полноценные с комментариями и так далее по чтению, письму и говорению. И да, письмо, написание эссе и так далее. То есть рекомендую вам познакомиться. И еще раз повторяю. Древо свободы питается кровью борцов. Не задавайте вопросы нам, а задавайте вопросы тем, кто вам спускает указания, но за результаты отвечать вам. Мы со своей стороны делаем все возможное и невозможное, чтобы вам помочь. И чтобы книги, наши книги были у вас на столе. Я надеюсь, придет такое время. Вот спрашивают, где купить рабочие тетради. Рабочие тетради вы можете купить в издательстве титулов, во многих магазинах вы можете их купить. В нашем интернет-магазине, я думаю, даже дешевле будет. Вот вам говорят, где купить. То есть рабочий тетради 9 класса – это ОГЭ, а учебник 10-11 класса – это ЕГЭ. Прекрасно, прекрасно, отзывы прекрасны. Я говорю вам не голословно, а основываясь на многолетней апробации. Что винара проходит вовремя, без сбоя всегда. Единственное, мы должны извиниться перед вами, что вот связь иногда плохая, но это зависит не от нас, а от качества интернета. Спрашивают, где. А что где – непонятно. Скажите, что где, чего вы хотите. И мы поможем вам. Пишут учителя лично мне. Я постоянно на сайте ежедневно отвечаю на вопросы. Вот спрашивают, где ответы на контрольные работы к ОГЭ и ЕГЭ. Ответы на контрольные работы к ОГЭ 9 класса находятся в книге для учителя, которые выложены у нас в ресурсах. happyenglish.ru, книга для учителя для 9 класса. А ответы на контрольные работы к ОГЭ находятся в книге для учителя для 11 класса. Вот у нас уже было такое обсуждение на форуме, почитайте. То есть еще раз можете писать, где найти ответы. Я вам конкретно дам ссылку. Все это выложено на сайте, на нашем сайте. Книги для учителя мы давно выложили на сайте englishteaches.ru в разделе happyenglish.ru. Вот спасибо, говорят. Проводите почаще. Понимаете, очень печальная у нас обстановка, что учебники-то мы создали, а, к сожалению, не можем добиться, чтобы учителя, которые хотят по ним заниматься. Но мы будем помогать всеми возможными способами. Я вам это обещаю с нашей стороны. Но и вы нам помогите. Понимаете? Вы тоже, так сказать, должны как-то проявлять какую-то активность. А вы пассивно говорите, нам не разрешили, нам запретили. Так кто не разрешал, пусть тот и за результат тогда отвечает. А то получается как-то странно. Спасибо вам, что вы приходите. Некоторые говорят, уже второй час ночи. Мы, конечно, выложим видеозапись. Может быть, там качество будет получше. Я думаю, что надо как-то действительно поднимать эту тему, потому что учебник был в федеральном перечне с 2002 года. И вдруг в 2013 году, почему-то, так сказать, причем при всех положительных результатах, при всех положительных рецензиях, то есть никаких к содержательной части претензий нет. Тогда возникает я, как автор учебника, не понимаю, почему мой учебник не в федеральном перечне. Так, где взять ключи к итоговым для четвертого класса? Значит, мы подумаем на эту тему, понимаете, ведь многие хотят, чтобы не было ключей, чтобы был объективный контроль. Мы подумаем, вы напишите, мы подумаем. Для меня, выложить для вас ключи, это элементарно, понимаете? Но давайте вместе подумаем, они нужны или вы справитесь сами? Если не справитесь, я выложу. Спасибо вам, что, понимаете, для меня очень важна ваша обратная связь с вами. И вот, Нануле Владимировна, я помню нашу встречу на педмарафоне, и я вас приветствую. И спасибо вам большое за такую поддержку. Спасибо. Ключи нужны, пишут. Но если ключи нужны, то мы поместим, следите за нашими, так сказать, сообщениями. Ну, действительно, как-то надо защищать учебник. Но за что же так-то? Почему? Почему мы, почему, я уже не говорю, чем мы хуже, чем те, которые в перечне? Хотелось бы вот узнать. Спасибо вам. И давайте как-то, ну, понимаете, вот говорят, не утяжелые учитель не справится. Вы знаете, бывают, есть такие, очень много случаев, когда люди получили, это не первое их образование, понимаете? Вот я вам говорила, что мне вот хочется, чтобы с фонетической точки зрения, чтобы была там и ассимиляция, и интонационное ударение и так далее. А некоторые, которые получали как второе образование, вы знаете сейчас, какие времена. Я училась у профессора Аракина, у всех авторов учебников, вот, по которым учились вы в институтах. Все авторы учебников были мои учителя. Тогда было другое время. А сейчас, может, действительно людям надо помочь. Ради бога. Существует ли рабочий стратег номер один для девятого класса Джо Инглиш? Вы знаете, я думаю, что, Алексей Васильевич, она существует, вы не в курсе? Я думаю, что Инжо Инглиш номер один для девятого класса существует? Мне кажется, существует, конечно. Но понимаете, вот Инжо Инглиш учебник, авторы ушли из издательства. И мы, так сказать, не знаем сейчас, какая ситуация. Поэтому вам лучше обращаться туда, куда они ушли. Ссылки-то еще нет. Ссылку вроде давали. Посмотрите, какой интонированной девочке с Ольгой, вот это надо равняться. Вы понимаете, дело в том, что вот у девочки с ролика, если было столько времени, сколько у ваших учеников, у нее бывает, я говорю, если она один раз в 10 дней позанимается, это хорошо. То есть эту девочку еще надо отловить. Вот говорят, если будут ключи, опять все ответы будут в сети. Поэтому вот, понимаете, друзья, мне не жалко. Пишите, вот, например, если у вас конкретно, я вот предлагаю вам так, у вас конкретно есть ко мне вопрос. Вы пишите на EnglishTiches.ru, мне передают. Пишите со своей электронной почтой, не волнуйтесь, я ее никуда не выложу. И вам конкретно придет от меня ответ. Давайте, может быть, так? Вот пишут, извините, к сожалению, точно не помню, вот Татьяна Пастернак вам пишет, Алексей Васильевич, заходите сюда, здесь участвует Алексей Васильевич. Скажите, вы выложите видео данного вебинара, была занята ребенком, прослушала 20 минут вебинар, очень хочется писать весь вебинар. Мы выложим, выложим Алексей Васильевич, говорит, теперь Татьяна Пастернак. Алексей, извините, к сожалению, точно не помню отчество. Алексей Васильевич, можно обратиться к вам как к профессионалу. У вас в издательстве не выпускали пособия? Как оформить портфолио учителя для аттестации? В каких конкурсах участвовать? А то бросаешься на все сайты и конкурсы, а толку нет. Если сможете, поставите спасибо. Я думаю, что сейчас мы предоставим слово Алексею Васильевичу. Сейчас еще почитаем вопросы. Так, и вам спасибо. Так, как решать проблему спикинг при таком количестве учеников? Дайте прямую ссылку в сети. Вот знаете, я вам скажу, как, вот понимаете, учитель-практик. У меня всегда такой лозунг. Делай, что должно и будь, что будет. Понимаете, я делаю максимально, так сказать, в данное время, в данную минуту, вот в данном тексте. Я его беру, некоторые говорят, а мы уже прошли, а нам мало материала. А вот мне всегда, так сказать, не хватает времени. Я с одним текстом могу работать и как текст для отработки техники чтения, и для отработки грамматики, и для какого-то высказывания и так далее. Работайте, и вам воздастся. Не может быть такого, понимаете? Просто работайте, не надо. А что там будет на ЛГ, ЕГ и так далее? Вы понимаете, вся эта чехарда, вот для меня, как учителя почти уже с 50-летним опытом преподавания, вы понимаете, если знаешь язык, вот у меня с дочерью такой, с Альмарианной Юрьевной, был такой случай, что ей надо было, она подала заявку для обучения в Эсекском университете, уже как всегда все поздно, все заканчивается, и вот вдруг оказывается, что в Британском совете последний день для приема вот этих вот входных экзаменов на обучение в Великобритании. И она бежит, ей говорят, так вы, она закончила МПГУ имени Ленина, но при этом она была не знакома с форматом экзаменов. И на следующий день экзаменов, она им говорит на предыдущий, покажите мне просто вот формат, так сказать, какой формат это было в 96-м году. Говорит, дайте мне просто материалы. Она за ночь посмотрела этот формат, понимаете, человеку, который знает язык, а до этого она каждый год ездила в Англию, жила в английской семье, вы, наверное, чувствуете по нашему учению, что все, о чем мы пишем, пройдено лично нами и на личном опыте. То есть с первого курса она в Англии проводила 2-3 месяца в семье. И познакомилась с этим форматом и легко очень сдала эти экзамены. Понимаете, человек, который знает язык, этот формат не страшен. С форматом можно ознакомиться и, так сказать, и подготовить человека к формату, ну, я не знаю, занятий там за 5, за 10, не больше. Но если ученик не знает языка, как бы вы его не натаскивали, как бы вот эти дежурные фразы, клещи он бы не вставлял, а языка-то нет, понимаете, все это бедно, что ребенок натаскан, понимаете, а нужно знание. Будут знания, не будет это страшно все. Есть ученики вашего издательства для дошкольников. Сейчас Татьяна Пастернак с вами поговорит, Алексей Васильевич. Вот и дети так думают, зачем самим делать, тяжело, тоже уроков много. Сейчас я предоставлю слово Алексею Васильевичу для ответов, а все-таки нужно было издавать словарь прошлых лет в каждом учебнике, а не по классам. У меня, у нас словарь для каждого учебника по классам, а в рабочей тетради у нас словарь предыдущих лет. У нас все учтено, я вас уверяю. Очень захочу заказать ваши новые дни через интернет. Не получается оформить заказ, пишу неправильно обведен номер дома. Подскажите, что делать. Алексей Васильевич, передаю слово Алексею. Субтитры создавал DimaTorzok Какие были еще вопросы? Марина Юлина Распутина пишет, очень хочу заказать новые книги через интернет-магазин, не получается оформить заказ, пишет, что неправильно обведен номер дома. Подскажите, пожалуйста, что делать. Уважаемые коллеги, дело в том, что там номер вводится. Проверьте, не получился ли у вас какой-то лишний пробел перед номером. Иногда это может повлиять. Это первый момент. Вы можете обратиться в техподдержку. Либо еще самый простой вариант. Вы можете послать ваш заказ по электронной почте на адрес shopsobakatitle.ru и с вами свяжется менеджер, который поможет вам этот заказ оформить. Потому что заказы можно оформлять и по электронной почте, и по телефону. Если вы возьмете любое издание издательства TITLE, то вы сзади увидите, где написано, куда можно обращаться с вопросом приобретения. То есть любым удобным вам способом вам помогут. Были вопросы еще в чате, я видел в течение вебинара о том, сколько будет стоить доставка. Поскольку доставка осуществляется обычно почтой России, то, как правило, зависит от расстояния и от веса посылки. Если заказ большой, то менеджеры интернет-магазина стараются найти способ доставить иногда через транспортную компанию. Это если, например, идет заказ на школу в больших количествах. Там может получиться дешевле. В любом случае, они помогут вам выбрать самый для вас выгодный способ. Есть еще какие-то вопросы? Да, был вопрос. Есть ли учебники для дошкольников? Да, такие учебники есть. У нас вышел, во-первых, курс английского языка для детей в возрасте от 4 до 6 лет. Этот курс называется «12 шагов к английскому языку». Его авторы Радислав Петрович Милрут и Наталья Александровна Юшина. Этот курс уже успешно продается. Он вышел в прошлом году. Последние 4 части этого курса, 4 части рассчитаны на 1 год жизни ребенка. Последние 4 части курса вышли как раз буквально недавно в апреле. У нас есть отдельные книги для дошкольников. Это книги с мобильным приложением. Вышло 7 моих книг. И в каждой книге есть бесплатное мобильное приложение и аудиоприложение. Это тематические книги. Каждая рассчитана примерно на 10 занятий. Есть книги серии «Развивашка». Это скорее общее развитие ребенка, расширение словарного запаса и параллельное изучение английского языка. И есть серия книг «Стихи и загадки». Их вышло пока всего 5. Их автор учитель, кстати, из города Красноуральска Свердловской области Юлия Геннадьевна Курбанова. В этих книгах дети на русском языке читают стихи. Каждое стихотворение кончается английским словом и рифму. Выполняют развивающие задания. Затем детям читают загадку. И для того, чтобы ответить на загадку, им надо вспомнить это английское слово. И также к этим книгам есть. Они уже под одной обложкой изданы в каждой книге. Есть карточки с рисунками, словами. Есть игры. Есть пазлы. Есть раскраски. И так далее. Что еще? С 6 лет. Я хочу заказать рабочую тетрадь номер 1 в интернет-магазине в издательстве, но в перечне ее нет. Если в интернет-магазине ее нет, значит, у нас уже кончились права на эту тетрадь. Хотя, по-моему, они пока еще были. Надо посмотреть. То есть, все, что есть в интернет-магазине, все можно приобретать. Если чего-то нет, то, к сожалению, права кончились. Можно ли скачивать ваши учебники, если они в электронном виде? В электронном виде мы пока учебники не издаем. У нас есть электронные формы всех учебников happyenglish.ru. Они, кстати, прошли экспертизы, все необходимые для включения федеральной перечени, именно как электронные формы. Но мы пока не продаем их, поскольку мы понимаем, что сейчас проблемы даже учебники приобрести с учетом того, что в федеральном перечне их пока еще нет. Поэтому мы пока придерживаем их. Мы очень надеемся, что учебники вернутся в федеральный перечень, и мы тогда сможем вам электронные формы предложить, либо каким-то еще образом решить эти проблемы. Елена Сергеевна пишет, нас перевели на форвард, так как все ответы в интернете, работать невозможно, приходится что-то придумывать самим, что делать. Вы знаете, я, к сожалению, не могу сказать, чем помочь с учебником, который издал у другой издательств, а просто не знаком с этим учебником. У нас можно использовать, например, если бы такая ситуация произошла, скажем, с учебником AppEnglish.ru, то можно было бы использовать обучающую компьютерную программу, так как в ней задания каждый раз в одном и том же упражнении в другом порядке выводятся и предлагаются. Поэтому каждый раз получается новое. Но еще хорошим способом является, это уже работа для учителя, правда, дать ученику то же самое упражнение, только немножко поменять его. Единственное число на множество, например, третье лицо единственное число вместо первого и так далее. Посмотреть, как он справится. Ольга Васильевна Шаталова пишет, если заказать учебники на апробацию для второго класса, будет ли продолжение в третьем классе тоже бесплатно приобрести учебник? Вы знаете, у нас апробация уже второй год идет с бесплатными учебниками, и я полагаю, что если у нас будет большое количество чтей, которым это надо, то мы эту апробацию будем продолжать. Рабочая тетрадь для апробации нужно купить только у вас в интернет-магазине, и какова стоимость? Стоимость рабочей тетради вы можете увидеть в интернет-магазине, да, приобрести ее нужно для апробации именно через издательство, но для нас это показатель того, что вы действительно обеспечены всеми компонентами ОМК. То есть мы знаем, мы вам отправили, у вас есть все компоненты ОМК, у вас есть все для того, чтобы работа была качественная. В записи можно еще посмотреть? Спрашивает Сауля Абдуканова. Да, вебинар будет выложен в записи, так что получится. Коллеги, все смогли скачать сертификат. Где можно приобрести учебники ДИСК для дошкольников для занятий дома? В интернет-магазине на сайте ingosteachers.ru, в интернет-магазине ozon.ru, лабиринт.ru. То есть выбирайте такой интернет-магазин, который вам удобнее. Потому что, например, у Озона есть во многих регионах и в городах пункты доставки, и там доставка может подешевле выйти. Сравните, посмотрите. Удобнее всего, как правило, подпускным ценам издательства, потому что в других интернет-магазинах все равно хоть немного, но будет дороже. Посмотрите, сделайте заказ, посмотрите, сколько будет стоить доставка, устраивает ли такая форма у вас цена. Сравните и пользуйтесь тем вариантом, который вам удобен. Ну что ж, уважаемые коллеги, что в ответ мы должны сделать при апробации? После каждого юнита учебника вам нужно будет заполнять онлайн-анкету. Анкета небольшая, там всего 6 или 7 пунктов. Вопросы большинство с множественным выбором. И есть вопросы, где вы можете поделиться общим впечатлением. Нам эта апробация нужна для того, чтобы посмотреть, как в современных условиях работает полный ОМК. Сейчас это особенно важно, так как у нас, благодаря тому, что учебники пока не в перечне, есть возможность внести какие-то изменения. Поэтому, если, например, апробация показывает, что что-то нуждается в дополнении, в доработке, мы можем либо в сам учебник, в сам ОМК внести изменения, либо можем дополнительный материал дать вам на форуме, дать какие-то советы. Поэтому апробация помогает нам сделать учебники еще удобнее и более качественными для вас и ваших учеников. Вот какие хорошие у вас учебно-электронные программы, а детей после уроков нет отбоя. Спасибо, пишет Антонина Бережная. Уважаемые коллеги, мы как раз и создавали обучающие компьютерные программы как удобное дополнение. Причем специально рассчитывали на то, что дети смогут сами с ними работать. Вы им, например, дома посоветовали поработать с определенными упражнениями. И это хорошее дополнение, потому что они действительно и мотивируют, и в то же время сама программа контролирует, насколько ребенок правильно сделал. Почему установка диска в аварийной активации только 2 техники подводят? Все равно один раз активировать, вернее, на одном компе можно только. Уважаемые коллеги, в аварийной деактивации не только 2. Вот сколько раз можно программу установить, столько раз ее можно и деактивировать. Поэтому 10 раз вы можете программу переносить с одного компьютера на другой. Но вот тот компьютер, на котором вы ее последний раз в 10-е активировали, на том она и останется. Если же у вас, не дай бог, что-то случилось, например, с компьютером, какой-то сбой произошел, вам надо программу деактивировать, и у вас еще есть дополнительная активация, вы всегда можете связаться с нашей службой технической поддержки, вам помогут деактивировать. Потому что такие проблемы бывают, к сожалению. Какие есть учебники для обучения дошкольников? Как я уже говорил, есть курс «12 шагов к английскому языку». Это курс для детей от 4 до 6 лет в возрасте. И каждые 4 части курса – это один год жизни ребенка. Там под одной обложкой вы найдете не только материалы для ученика, но и аудиоприложения. Там же есть все карточки для игр. И там же есть книги для воспитателя и родителей, где подробные планы каждого занятия. Есть еще книги серии «Первые английские слова». Это книги целиком на английском языке. Там дети в контексте изучают английский язык. И к этим книгам есть бесплатные мобильные приложения. Есть еще книги серии «Стихи и загадки». И есть книги серии «Развивашка», которые направлены на общее развитие детей и на знакомство их с английской лексикой. Нужно 6 лет брать наше. Если дети умеют читать, можно брать наше учебное. Вот Клара Исааковна советует. Если дети уже умеют читать, то в принципе, если вы хотите начать пораньше заниматься, но вам, например, понравился учебник именно Клары Исааковны, то вы можете попробовать взять учебник для второго класса. И не спеша, не в таком, конечно, темпе, как в школе, просто потому что дети помладше, все-таки в 6 и 8 лет дети разные. Правда же? Можете с 6 лет попробовать начать с ребенком заниматься. Для него английский язык таким образом станет ключиком к стране, в которых могут быть интересные приключения и дверью в открытый мир. «Компьютер сломался, диски не деактивировали, программы больше нет, диски, получается, можно выбросить». Нет, если компьютер сломался, напишите нам по электронной почте, напишите код активации программы, наши специалисты техподдержки помогут вам, они деактивируют, и вы сможете с того же диска установить программу на другом компьютере. «Ничего выбрасывать не надо, все будет работать». Впервые на вебинаре очень интересно, пишет Антонина Владимировна и познавательно. Спасибо, буду рекомендовать начинающим коллегам. Замечательно. А на третий класс будет апробация, а на пятый класс коллеги апробация объявлена на весь курс, со второго по одиннадцатый класса. Поэтому какой бы вам класс ни требовался, вы имеете сейчас возможность прислать заявку и принять участие в апробации с бесплатным получением учебников. Вот очень хороший результат, пишет Анжела, у шестилеток. Замечательно. Ну что ж, уважаемые коллеги, если больше вопросов нет, я вам желаю доброго вечера, я вам желаю хороших выходных, хорошей погоды, что сейчас особенно важно. И я надеюсь, что вебинар сегодня был не просто интересным, но еще и полезным, что вы сможете пользоваться материалом. Анжела еще пишет. Проблема только с подвижащим второстепенным членом предложения, но объяснила, все вроде поняли. Но здесь действительно проблема в том, что дети пока еще и на родном-то языке не знакомы с такими вещами. Вот, например, поэтому в учебниках happyingus.ru не столько дается образная подача через сказку, там дракоши, приключения и так далее. Именно для того, чтобы уйти от этой проблемы, чтобы детям не надо было в синтаксис включаться с обилием терминологии научной. Они могли бы понять это так, как им было бы понятно. На нуле Владимир пишет. Учебник 2-го класса у меня некоторые дети читали вперед, как настольную книгу. Поэтому истории про Аню можно читать как художественную литературу. Действительно, потому что там информация интересная, и детям интересно следить за приключениями. И вы сегодня видели только 2-й класс. А вы знаете, что будет в 3-м классе, когда появится случайно злая ведьма, Моргана, которую Аня освободит из заключения? Ее, оказывается, там друиды заключили еще. Как они ее будут по всему Лондону пытаться догнать, найти? Сколько им придется разных квестов выполнить, чтобы эту ведьму найти? И самое главное, что произойдет с этой ведьмой в конце? Дети ждут с нетерпением. Я небольшую интригу создал. Там очень интересный, совершенно неожиданный поворот событий, который потом становится лесенкой, мостиком к 4-му классу, где эта ведьма совершенно в другом качестве будет действовать. Там волшебные силы развернутся не на шутку, но в очень-очень хорошем смысле. Вот Борис Иванович пишет, грамматика очень хорошо помогает моделированию, как у Бибаретовой. Да, почему бы и нет? Можно использовать и такую систему, если она вам удобна, либо использовать действительно образную подачу, как в учебниках.ru. Хабаровск был до конца. Уважаемые Людмилы, у вас наверняка уже темно и поздно все. Я вам желаю доброй ночи. Вот когда-то в 8-м классе учил детей по вашему учебнику, самой было интересно. Это действительно учебник. Вот посмотрите, Евгений пишет, купил свой учебник, сам прочитал за 2 дня все истории про Аню. Знаете, что самое интересное? Ведь ребенок не просто читает истории, он знакомится с культурой страны, изучаемого языка, он слова новые узнает, он учится эффективно общаться с представителем другой культуры, то есть получает социокультурную информацию, социокультурную компетенцию развивает. И даже если он, например, сам прочитав не так много английской лексики вынесет, он уже откроет для себя огромный мир, в котором он, самое главное, научится эффективно действовать. Вот в этом одна из больших и важных сторон этих рассказов. Спрашивают, а Бибалету будет проводить вебинар или совсем ушла из титула? Коллеги, авторы курса Enjoy English не продлили авторские договора с издательством Титул. Наряд УМК у нас права пока еще до 2022 года, но авторы проводить вебинары на площадке издательства Титул авторы курса Enjoy English больше не будут, к сожалению. Так, ну что еще, здорово, что вебинары бесплатные доступные. Коллеги, мы стараемся, у нас большое количество бесплатных материалов, которые мы вам пытаемся и давать, для того, чтобы помочь всеми силами. Вот, Мария Груздева пишет, куплю сыну дошкольнику, умк happyenglish.ru, спасибо. Ну что ж, замечательно. Как подать письмо заявку? Что еще вопрос, как подать письмо, заявку на бесплатный учебник? Уважаемые коллеги, если вы зайдете на форум englishteachers.ru, то вы найдете там тему, апробация умк happyenglish.ru с бесплатными учебниками. Там есть форма письма заявки, которую нужно скачать, заполнить. Есть подробная пошаговая информация. Ну что ж, уважаемые коллеги, доброго вам вечера, хороших выходных и хорошего отдыха. До свидания.